Карантинные меры вынудили горожан ограничить свои перемещения по Черкесску. Кому-то это даётся легко. Для иных, в первую очередь пожилых, многодетных и людей с инвалидностью, в таких условиях необходима посторонняя помощь. Если содействие в санитарной обработке улиц, домов лежит на плечах коммунальщиков, то за доставку лекарств, продуктов питания в регионе отвечает единый волонтёрский штаб. К работе привлечены активисты Всероссийского движения «Волонтёры-медики», молодёжки Общероссийского народного фронта и общественные организации социальной направленности. Координирование действий позволяет оперативно реагировать на запросы жителей не только Черкеска, но и других населённых пунктов республики. У нас есть единый номер горячей линии в Карачаево-Черкесской республике. Это 8 800 201 26 70. С этого номера поступают заявки, которые переключаются на наш штаб. С горячей линии переключаются номера. На нас люди звонят, оставляют свои заявки. И мы с помощью мобильного приложения «ОНФ-помощь», через которое мы заводим эти заявки, попросить помощи. Дальше она заполняется полностью. И потом уже в ноутбуке, в компьютере она появляется, эта заявка. И здесь указано фамилия, имя, отчество человека, что ему необходимо и адрес. Разобраться в работе мобильного приложения несложно. После регистрации необходимо выбрать свой вариант и оставить заявку. Открывается вот таким образом. Вы нажимаете на кнопку «Попросить помощи» и заполняете последовательно помощь пожилым при коронавирусе. И последовательно заполняете дальше. После того, как модерацию сообщения прошло, она появляется в общей базе «ОНФ-помощь». Вот она, эта база. Индивидуально по каждому человеку, который обращается. В общую группу волонтёров поступает заявка. После отклика на неё добровольный помощник получает более детальную информацию. Во время нашей съёмки в помещении единого штаба на улице Советской зашёл Руслан. Он вызвался помочь пожилой женщине. 93-летняя жительница Черкеска с радостью встречает волонтёров. Объясняет, что ей необходимо приобрести в аптеке и продуктовом магазине. Молодые люди отправляются выполнять заказ. В аптеке куплены лекарства. Попутно представители единого штаба раздают специальные флайеры, на которых указаны контактные координаты, а также подробно расписаны действия для регистрации через приложение. Следующая остановка – магазин продовольственных товаров. Приобретение всего необходимого заняло непродолжительное время, куда меньше, чем если бы женщина, рискуя здоровьем, сама отправилась за покупками. Почему волонтёрство? Потому что это добрые дела. Почему я занимаюсь этим? Потому что мне нравится. Мне нравится помогать людям, видеть улыбку, слышать приятные слова. В общем, у нас такой регион, такие традиции, что нужно помогать старшим. А сейчас это как никогда нужно. Оказание помощи тем, кому она действительно необходима. По волонтёрам это занятие не доставляет большого труда. Зато он ценен для пожилых граждан, а также для людей, для которых каждый шаг порой сродни подвигу. Артур Махцент, Андрей Дорошенко. Итоги недели.